Здравствуйте, коллеги! Добро пожаловать на тринадцатый урок. Сегодня мы поговорим о динамической маршрутизации, а если конкретнее, то о протоколе OSPF. Понятие маршрутизации нам знакомо из десятого урока, когда мы говорили о статической маршрутизации и все необходимые маршруты прописывали руками на каждом роутере. Представьте, если у нас 10 или более роутеров и несколько десятков сетей. Прописать все маршруты будет несложно, но весьма долго и нудно. К тому же, если топология вдруг изменится, добавится удалиться сеть, то вновь придется конфигурировать все маршрутизаторы, что не совсем удобно, да и велика вероятность допустить ошибку. Динамическая маршрутизация является решением данной проблемы. Все маршруты автоматически добавляются на роутеры и нет необходимости руками править конфигурацию каждого маршрутизатора. Это, соответственно, главный плюс динамической маршрутизации. Еще одним плюсом динамической маршрутизации является организация отказоустойчивости на третьем уровне модели оси. К примеру, если какая-либо сеть может быть доступна по двум и более маршрутам, как к примеру вот здесь, то в случае недоступности основного маршрута, к примеру, пропал физический линк на маршрутизаторе, произойдет автоматическое переключение на другой маршрут. Мы с вами опробуем это на практике. Но у динамической маршрутизации есть и недостатки. К основным минусам можно отнести более высокая загрузка вычислительных ресурсов. Это память и процессор. Требуется более высокой квалификации при поиске проблем, поскольку в данном уроке мы лишь поверхностно коснемся протоколов маршрутизации динамических, чтобы вы имели понятие, что это такое. На самом деле это весьма сложная и объемная тема, которая посвящает целые курсы. Поэтому при появлении каких-либо проблем с использованием динамической маршрутизации нужны серьезные навыки и опыт в администрировании данных протоколов. Еще один минус – это наша сеть становится менее предсказуема. Что это может значить? Если вспомнить пример со статической маршрутизации, то здесь мы все полностью контролируем своими руками. Какой маршрут прописали, такой маршрут у нас и работает. В случае же с динамической маршрутизацией мы можем, сами того не заметив, выпустить в маршрутизацию ненужную сеть. И не так тривиально определить, по какому именно направлению пойдет трафик в случае использования динамической маршрутизации. Более подробное рассмотрение минусов динамической маршрутизации выходит за рамки данного курса. Вернемся к теме. Автоматическое распространение маршрутов осуществляется с помощью так называемых протоколов динамической маршрутизации, которые можно разделить на две группы. Это внешний, exterior gateway протокол. К ним относятся такие протоколы, как EGP и BGP. И второе это внутренние, interior gateway протокол. Это такие протоколы, как RIP, OSPF, EGRP, EGRP, IS-IS. Внешний протокол осуществляет динамической маршрутизацией между так называемыми автономными системами, AS. AS или, как их еще называют, доминами маршрутизации. AS это группа роутеров под общим управлением. Все роутеры внутри автономной системы обмениваются маршрутами. В качестве примера можно привести сеть интернет-провайдера. У провайдера обязательно имеется пул белых IP-адресов, которые применяются к пользовательским машинам или даже к маршрутизаторам, серверам. И провайдеру необходимо сообщать о своих адресах и сетях внешнему миру. Иначе теряется смысл белых IP-адресов, так как про них никто не будет знать и доступ в сеть интернет будет невозможным. Для этого провайдеру вместе с блоком белых IP-адресов продается тот самый номер автономной системы, AS, который является уникальным. С помощью этого номера AS и внешнего протокола динамической маршрутизации, как правило это BGP, осуществляется обмен маршрутной информацией с внешним миром. А если точнее, то с другими автономными системами. Ведь сеть интернета это и есть множество автономных систем, которые общаются с помощью внешних протоколов динамической маршрутизации. В рамках данного курса мы не будем рассматривать внешние протоколы, но мы на практике опробуем внутренние протоколы, которые маршрутизируют внутри автономные системы. И эти протоколы также делятся на два вида. Первый это дистанционно-векторные протоколы, RIP, EGRP, EGRP и протоколы в состоянии каналов, LinkState, OSPF и IS-IS. В рамках данного урока мы будем рассматривать протоколы OSPF. Как было сказано выше, OSPF это LinkState протокол, то есть протокол с отслеживанием состояния канала связи. Не будем больше углубляться в теорию и как всегда на практике рассмотрим несколько примеров. Для желающих изучить более глубоко протоколы динамической маршрутизации рекомендую следующие ресурсы. Мы же переходим к практике. Итак, рассмотрим два примера. Первый пример наиболее простой, где будет использоваться три роутера и соответственно три сети, которые прячутся за маршрутизаторами. Итак, я уже провел предварительную преднастройку маршрутизаторов, прописал только IP-адреса. Как вы можете посмотреть на роутере R1, у меня прописано три адреса. Адрес 192.168.1.1 на интерфейсе Gigabit Ethernet 0.2, куда подключен компьютер с адресом 1.2. И по адресу 10.1 и 11.1 на интерфейсах, которые смотрят в сторону роутера. Соответственно, на R2 аналогичные настройки, только уже на Gigabit Ethernet 0.2 у нас висит адрес 192.168.2.1. На интерфейсе Gigabit Ethernet 0.0 висит адрес 10.2 и на интерфейсе Gigabit Ethernet 0.1 у нас висит адрес 12.1. Соответственно, на третьем роутере у нас адреса 3.1.12.2.11.2. В принципе, пройдя предыдущие уроки, вы уже должны самостоятельно суметь настроить данную простейшую сеть. Или же можете скачать сам файл лабораторной работы. Итак, что мы хотим сделать? Мы хотим сделать, чтобы с сетей компьютеров, соответственно, 1.0.2.0 и 3.0, были доступны все IP-адреса. При этом мы не будем статически прописывать маршруты на роутерах. Для этого заходим сначала в конфигурацию маршрутизатора R1. Давайте я еще раз покажу настройки, которые произведены на роутере. Вот три интерфейса и больше ничего. Прежде чем приступить к настройке динамической маршрутизации, необходимо настроить адрес на лупбэк интерфейсе. Дело в том, что OSPF при запуске самого процесса генерирует так называемый роутер ID. И по умолчанию он берет наибольший адрес на лупбэк интерфейсе. И если его нет, то он берет наибольший адрес на физическом интерфейсе. Не очень хорошо использовать в качестве роутера ID IP-адрес физического интерфейса, поскольку если вдруг что-то случится с интерфейсом, допустим, физический линк пропал, то и весь процесс SPF у нас поломается. Поэтому запомните, как правило хорошего тона, при использовании протокола в динамической маршрутизации желательно настраивать адреса на лупбэк интерфейсах. Что такое лупбэк интерфейс? Это не физический интерфейс, это логический интерфейс, который не привязан ни к одному из интерфейсов. Аналогичный адрес есть на любом компьютере. Это 127.0.0.1, который используется только для проверки стека протокола TCP IP. Что ж, настроим на роутере 1 лупбэк интерфейс. Интерфейс лупбэк 0. И сразу выберем какую-то определенную сеть для лупбэк интерфейсов всех наших маршрутизаторов. Пусть это будет 192, 168, 100, 1. И маска 32 бита, то есть всего лишь один IP-адрес. Поднимем. Отлично. Теперь приступаем непосредственно к настройке OSPF. Для этого мы входим в режим конфигурирования роутера. Далее мы можем указать сам протокол. Мы выбираем OSPF. И здесь задаем номер процесса. Выбираем один. Теоретически мы можем запустить их несколько. Но в данном случае нам это не требуется. Поэтому пишем роутер OSPF1. Теперь мы должны указать все сети, которые непосредственно подключены к нашему маршрутизатору. В нашем случае какие это сети? Это сеть 10, 10, 10, 0. Слэш 30. 10, 10, 11, 0. И 192, 168, 1, 0. Отлично. Указываем их. Network. 192, 168, 1, 0. И здесь, как помните в случае с NAT, указывается Wildcard Mask. То есть такого вида. Где у нас 255 заменяется нулями, а 0 заменяется 255. И здесь еще необходимо указать область. Выбираем Area 0. Все мышцезаторы, соответственно, должны быть в одной области. Отлично. Указываем остальные сети. Так как они 30-битные, то на конце у нас троечка. А здесь 10, 10, 0. Еще раз проверим. Да. 10, 10, 10, 0. И 11, 0. Как только мы ввели эти команды, OSPF автоматически включается на всех интерфейсах, которые соответствуют данным диапазонам адресов. То есть в нашем случае это три интерфейса. Собственно, все. На этом настройка нашего роутера закончена. Перейдем к настройке второго роутера. Как и в предыдущем случае, сначала мы зададим IP-адрес лоббэк интерфейса, который будет использоваться для генерации роутера ID. Интерфейс лоббэк 0, IP-адрес 192, 168, 100, пусть будет 2. Маска также 32 бита. И делаем абсолютно точно такие же действия. Запускаем сам процесс SPF. Указываем сети 192, 168, 2, 0. Wildcard, маска. Указываем область 0. И аналогично сети 11, 0 и 12, 0. Если я не ошибаюсь. Нет, 10, 0 и 12, 0. 10, 0. И 12, 0. Как видим, нам уже выдало сообщение о том, что SPF работает, и уже нашелся сосед с адресом, который мы повесили на лоббэк интерфейс на роутере 1. Продолжим настройку третьего роутера. Аналогично. Интерфейс лоббэк 0, IP-адрес 192, 168, пусть будет 100.3. Запускаем ASPF. Указываем сеть 3, 0. Область 0. И сети 10, 10, 11, 0. И сеть 12, 0. 11, 12, все верно. Теперь с помощью команды show ipvspf neighbor мы можем посмотреть, что роутер R3 нашел два соседа. Это, соответственно, 100.2 и 100.1. Он показывает адреса и интерфейсы, с которых это все приходит. Теперь же, если мы посмотрим нашу таблицу маршрутизации show iproad, то увидим вот такие вот записи, помеченные буквой O. Это означает о том, что данный маршрут прописался с использованием протокола OSPF. И как видим, у нас сеть 192, 168, 1, 0 доступна через 11, 1. А 11, 1 у нас на R1 роутере. Ну, то есть, вот так. Далее, сеть 2, 0 у нас доступна через 10, 12, 1. То есть, через вот этот роутер. Отлично. Если у нас все маршруты присутствуют, по идее, мы должны попробовать осуществить пинг. Так, попробуем пропинговать компьютер 192, 168, 1, 1. Такой у него IP-адрес. 1, 2. А у этого, соответственно, 2, 2. Отлично. Все работает. Теперь, как вы помните, я упоминал в теоретической части про реализацию отказа устойчивости. Проверим ее на деле. Сейчас, как вы видите, сеть 1, 0 у меня доступна по данному каналу, а сеть 2, 0 доступна по данному каналу. Попробуем потушить линк на роутере R1. Линк Gigabit Ethernet 0.1. Предварительно наберем на R1, точнее на R3, таблицу маршрутизации. Посмотрим. Сейчас она выглядит следующим образом. Отлично. Переходим к настройке роутера R1 и потушим интерфейс Gigabit Ethernet 0.1. Интерфейс Gigabit Ethernet 0.1. Shutdown. И давайте-ка мы еще запустим пинг с компьютера. С компьютера ПК3 на компьютер ПК1. И посмотрим, сколько у нас... Восстановится ли связь и сколько пингов при этом потеряется. 112, 2, 168, 1, 2. Так, минус N. Так, пинг запущен. Роутер R1. Тушим интерфейс. Как видим, у нас потерялся один пинг. Роутер R3 нам сообщил о случившемся. И теперь, если мы посмотрим таблицу маршрутизации, то увидим, что сеть 111, 2, 168, 1, 0 теперь также доступна через 12, 1. То есть, через маршрутизатор R2. Таким образом, у нас автоматически перестроился маршрут и связь восстановилась. Здесь мы увидели пропажу одного пинга. На реальном оборудовании можно настроить так, что вы даже этого и не заметите. Перейдем ко второму примеру. Это более комплексный пример, более приближен к реальной жизни. Предположим, у нас имеется два здания. Первое здание, где у нас установлен роутер 1. Второе здание, где установлен роутер 2. И есть какой-то узел связи, где стоит центральный маршрутизатор, который обеспечивает нам доступ в сеть интернет. При этом у нас каждый маршрутизатор имеет по два сегмента. Первый это WAN10, второй WAN20. И второй роутер это WAN30, WAN40. Здесь все довольно просто, и вы уже должны это уметь. Я вам покажу конфигурацию. Либо вы можете скачать, как я уже говорил, сам файл лабораторной работы. На свитче, свитч 1, собственно, настроены всего лишь три порта. Первый порт в транке, где прокидываются 10-20 WAN, а второй, третий настроен в ACCESS, в соответствующие WAN. Соответственно, на маршрутизаторе подняты саб-интерфейсы. Это саб-интерфейс 1.10, 1.20, где присвоены соответствующие IP-адреса. И также есть один интерфейс FAS Ethernet 0.0, который у нас соединяется с центральным маршрутизатором, роутер 0. Аналогично, на свитч 2 настроены три порта и роутер. Также настроены два саб-интерфейса и один физический интерфейс, который соединяется с центральным маршрутизатором роутер 0. Надеюсь, все предыдущие уроки были не зря, и вы уже сможете самостоятельно настроить данную часть. А на роутере 0 у меня, соответственно, прописано три адреса на трех интерфейсах. Как видите, один интерфейс используется для подключения роутера 1, второй интерфейс для подключения роутера 2, и интерфейс Gigabit Ethernet 0.0 у нас имеет белый IP-адрес, то есть выданный нам провайдером, и подключается уже к маршрутизатору провайдера, за которым также с белым IP-адресом присутствует какой-либо сервер. То есть таким образом мы попробуем сэмулировать сеть интернет. Что ж, приступим к настройке. Что нам необходимо сделать? Нам, во-первых, необходимо настроить USPF таким образом, чтобы все наши компьютеры, наши сегменты видели друг друга, могли общаться. Приступим. Как и полагается, начнем с настройки лупбэк интерфейсов. Выберем все те же адреса. Пусть здесь будет 101. И теперь настроим сам USPF процесс. Роутер. USPF 1. И мы должны перечислить сети, которые непосредственно подключены к нашему мастеризатору. А это сеть 10.0, 20.0 и 1.0. Настраиваем. Network. 192. 168. 10.0. Wildcard маска не забываем. 255. Область. 0. Аналогично. Сеть 20.0. И сеть 1.0. Не забываем, что она у нас 30-битная. То есть здесь троечка. Собственно, все. Этот мышлезатор мы настроили. Аналогично делаем на роутере 2. loopback-интерфейс. IP-адрес пусть будет 192.168.100.2. Маска 32 бита. Настраиваем OSPF 1. И опять перечисляем сети. Это 192.168. В нашем случае это сеть 30.40. И 2.0. 30.0. Wildcard маска. Area 0. Туда же. То, что мы сейчас делаем, это называется анонсируем сеть. То есть мы разрешаем мышлезатору рассылать обновления по поводу данной сети. То, что она присутствует. И анонсируем сеть 2.0. С 30-битной маской. Отлично. На роутерах зданий мы провели все необходимые настройки. Перейдем к центральному мышлезатору. У него у нас также 3 интерфейса. Но у него один интерфейс. Это интерфейс, который смотрит в сторону интернет-провайдера. И здесь используется белая IP-адреса. Нам эту сеть в OSPF включать не то, что необязательно. Но это делать даже не нужно. Поскольку интернет-провайдер все равно наши пакеты динамической мышлезации от OSPF принимать не будут. Ну, это не требуется. Поэтому мы анонсируем всего лишь 2 сети. Это 1.0 и 2.0. Те, которые подключены к центральному мышлезатору. Опять же, дадим лупбэк интерфейсу адрес. Пусть это будет с 11.2.168.100.3. С 32-битной маской. Включаем OSPF. Анонсируем сети. Указываем ту же область. Так, что-то не так. Не забывайте, кстати, пользоваться табом. Очень полезная штука. Потому что если вдруг он не дописывает вашу команду, значит вы где-то до этого сделали ошибку. Область 0. И включаем сеть 2.0. Сохраняем. Получаем обновление OSPF. И если наберем команду show ip ospf neighbor, то увидим, что у нас появилось 2 соседа. Это, соответственно, роутер 1, а это роутер 2. Посмотрим таблицу мышлезации. Видим, что здесь присутствуют все наши 4 сети пользователей. То же самое должно было произойти на роутере 1 и роутере 2. Посмотрим таблицу мышлезации. Да, мы видим, что у нас появились маршруты до сетей 10.0 и 20.0. Ну, попробуем пропинговать с компьютера. На компьютере, естественно, адреса уже я настроил и указал default gateway, тот, который прописан на мышлезаторе, соответственно. Что ж, попробуем пропинговать компьютер из сегмента 10.2. Сегмент 22 работает. Сегмент 22. Также работает. Что нам еще необходимо сделать? Мы добавили маршруты только локальных сетей. А нам необходим выход в интернет. Для этого нам нужен default gateway. Где его прописывать? Можно, конечно, прописать его статически на всех трех роутерах, но это логически не очень хорошо, поскольку мы используем протокол динамической мышлезации. Мы пропишем только на одном роутере, на центральном роутере, default gateway, естественно, в сторону интернет-провайдера. С помощью команды IP-road, надеюсь, вы помните. Указываем дефолт на маршрут, вот таким образом, через IP-шник интернет-провайдера. 214.1.1.1, если я не ошибаюсь. Да. Маршрут мы прописали. Теперь нам необходимо сообщить об этом двум другим маршризаторам. Для этого используется специальная команда. Заходим в режим конфигурирования SPF и прописываем следующую команду. Default information originate. Где он пишет, что эта команда распространяет дефолт на маршрут. Отлично. Это мы прописали. Проверим. Посмотрим таблицу мышлезации на роутере 1. Как видим, у нас появился дефолтный маршрут. Буква O свидетельствует нам о том, что он пришел с помощью протокола OSPF. Отлично. В одну сторону у нас маршруты есть. Здесь используется белый IP-адреса. То мы можем использовать NAT, о котором мы говорили буквально на прошлом занятии. Что ж, настроим на центральном маршруте. Если мы используем NAD-провайдерный маршрут, Для этого, как вы помните, сначала необходимо определить, какие интерфейсы являются внешними, какие интерфейсы являются внутренними. У нас интерфейс Gigabit Ethernet 0.0 Это, естественно, внешний интерфейс, поскольку на нем белый IP-адрес. Прописываем IP NAT Outside на интерфейсе Gigabit Ethernet 0.0 Интерфейс Gigabit Ethernet 0.1 Это Inside интерфейс, поскольку он смотрит на внутренний маршрутизатор. И аналогично для интерфейса Gigabit Ethernet 0.2 IP NAT Inside Теперь нам необходимо составить Access List для NAT IP Access List Будем использовать стандартный. Дадим имя For NAT И перечислим сети, которым требуется доступ в интернет. В нашем случае это сеть 10.0, 20.0, 30.0 и 40.0 Здесь, как вы помните, указывается Wildcard Mask 20.0, 30.0, 40.0 И последняя волшебная команда IP NAT Inside Source List For NAT Интерфейс Указываем внешний интерфейс Gigabit Ethernet 0.0 Все верно И не забываем Overload То есть мы используем Pad Теперь, если мы все правильно настроили, то наши маршрутизаторы имеют шлюз по умолчанию, полученный по SPF И на центральный маршрутизатор у нас настроен NAT То есть сейчас, по идее, мы с компьютера должны пинговать сеть интернет Ну, в нашем случае это сервер с IP-адресом 210.214.22 Заработало Проверим С помощью команды PNAT Translations Да, все работает Таким образом, на данном примере мы настроили динамическую маршрутизацию С помощью динамической маршрутизации мы распространили дефолтный маршрут по умолчанию И на центральном роутере мы настроили NAT И осуществили доступ в сеть интернет Думаю, на данном этапе наш урок можно закончить Хотелось бы еще раз повторить, что мы лишь поверхностно коснулись данной темы На самом деле, эта тема очень объемная И для более глубокого понимания протоколов динамической маршрутизации Я настоятельно рекомендую ознакомиться с приведенными ресурсами Всем спасибо, до следующих уроков